Дорогие друзья, с Новым годом! Это первый в 2024 году проект «Театр» и его ведущий Максим Копылов. Предновогодняя суета царила на сцене Ульяновского драматического театра имени Генчарова весь декабрь. Пока театр принимал гостей фестиваля «История государства российского, отечество и судьбы», артисты театра готовили праздник для детей и их родителей. Во все времена сказки сеяли добрые, мудрые и вечные. Что такое хорошо и что такое плохо. Вот история Чаполина на радаре, я думаю, что она как раз вот именно об этом. А учитывая то, что это классическое произведение, оно будет актуально в любое время и для любого возраста, для любого поколения. И мне кажется, что у нас с командой получилось создать достаточно интересную историю, музыкальную, танцевальную. Благодаря Яшину, композитору нашему, Олегу Юрьевичу, благодаря Михаилу Умнову, нашему балетмейстеру, благодаря непосредственно артистам, которые доверились. Я думаю, дети будут в восторге. Мне всегда нравились такие люди, ну так назовем их маленькие люди, но с большим сердцем, честные. Вот и этот мальчик Чаполина, который восстал там против каких-то злых людей и победил их. Ну, они, такие люди всегда привлекают. Он вроде ничего особого такого не делает, но он поступает по совести, по чести. Вот, и в итоге всех побеждает. И, ну вот, этим он мне и нравился. Ну, я был рад. Я был рад. Еще мне сказали, что я играю Чаполина. За эти 35-40 минут я наслаждаюсь этой ролью. Дорогие друзья, я поздравляю вас всех с Новым годом. Пусть этот год станет для нас самым счастливым, самым незабываемым. Верьте в чудеса, они непременно у всех у нас возбудутся. Счастье, здоровье, любви. Для меня сам герой Чаполина – это такой чистый, открытый мальчик, открытый этому миру. Борец за справедливость, за честность и за порядочность какую-то. Здесь есть такое противоречие. Хоть он и лук, казалось бы, такой, вызывающий слезы, но тем не менее он честный, чистый, открытый. Дети, конечно, дают особую энергию, особенно когда видишь их глаза, которые буквально светятся отчасти. И ты забываешь обо всей своей усталости, о делах. Хочется как-то их не подвести, продолжать радовать их, продолжать сказку. Дорогие друзья, зрители, поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам и нам больше премьер, больше поводов для встреч в театре, больше открытий и больше ярких впечатлений. Ребятки, а вы готовы повеселиться? Да! А вы играть и призвиться? Да! Всех с Новым годом, ребят. Ну, каждый год пишем новую интермедиу, приглашаем детей. И не только детей, всех, кто любит веселиться, шутить, танцевать, плясать, играть. Все это для вас. Ну, я надеюсь, что кому-то мы поможем поверить в чудо, кого-то уверить в этом чуде. И встреча с самым главным нашим новогодним волшебником, с Дедушкой Морозом. Ну, будем надеяться, что принесет всем радость. Всех, конечно, с Новым годом! Ребята, все вручно! Раз, два, три, два, с вами! Животный театр принимает огромное количество детей. Конечно, наши театральные детки тоже приходят на елки. И, конечно, они всегда ждут подарки. Подарки от Деда Мороза. И эти подарки мы собираем сами, собственноручно, с большой любовью. Мы действуем от главной снегурочки нашего театра. Ирина Леонидовна Янко, нашей любимой заслуженной артистки. И я и моя коллега Юлия Ильина, мы всегда стараемся чем-то удивить наших детей. Мы никогда не покупаем готовые подарки. И вот в этом году мы придумали, что у нас будет вот такая вот срочная почта Деда Мороза. И детки будут получать вот такие вот симпатичные мешочки. Разумеется, со вкусным и полезным наполнением. Я хочу, чтобы в этом году в каждый-каждый ваш день вошло чуть больше радости, чуть больше тепла, чуть больше любви. Чтобы мы все стали чуть более счастливыми. И, конечно, мы ждем вас, наши дорогие, любимые зрители, в нашем уютном зале в новом, наступившем 2024 году. До новых встреч! С Новым Годом вас, друзья! У театрального Деда Мороза в праздники по обыкновению много работ. К нашей елочке приходят тысячи детей и загадывают самые сокровенные желания. Что же делать? Будем исполнять? А чтобы в Новом Году было еще больше добра, может быть, и вы присмотритесь к окружающим вас людям и исполните чью-то маленькую, но сокровенную мечту и подарите незабываемые эмоции, как и герои нашего сюжета. Новый Год в России – один из самых добрых, самых любимых праздников. Все стремятся провести его весело, ярко, интересно. Вместе с близкими, родными, друзьями. Ульяновский драматический театр имени Гончарова каждый год по хорошей традиции открывает свои двери для детей и взрослых, принимает детей на новогодних сказках, на новогодних представлениях. А сегодня у нас в гостях особенная группа. Особенные гости мы с радостью встречаем. Это воспитанники детского дома «Соловьиная роща». Ребята посмотрят спектакль «Приключения Чаполина» и, конечно, встретятся с театральным Дедом Морозом и Снегурочкой у нашей красавицы Ёлки. Наш театр в течение всего года на постоянной основе предоставляет льготы для разных категорий зрителей, для социально незащищенных слоев населения, в том числе для детей-сирот, которые остались без попечения родителей. Новый год – это время дарить подарки, поэтому сегодня ребята пришли на спектакль бесплатный. Мы с радостью встречаем их у нас на нашем театровом представлении. Мы рады, что сотрудники детского дома выбрали именно драматический театр Гончарова, чтобы подарить ребятам новогоднее настроение и хорошие, приятные, добрые эмоции. Мы желаем ребятам состояться в жизни, найти свое дело в жизни, желаем счастья, удачи, обрести, создать свои семьи, быть счастливыми не только в Новом году, но и всегда в будущем. С Новым годом! С Новым годом! Ребята, без драки нет ничего хорошего, ведь зло порождает только зло. Не обижайте тех, кто слабее вас. О, мужчины! Давайте жить дружно! Дружно! Мы сегодня выражаем огромную благодарность сотрудникам администрации Ульяновского драматического театра за предоставленную возможность для наших детей посмотреть сказку про лукового мальчика Чаполина и его друзей. Эта сказка учит доброте и честности, учит быть отзывчивыми. Это сказка, в которой добро всегда побеждает зло. Мы сегодня приехали с ребятами на этот спектакль. Наши дети тоже являются довольно-таки творческими. Мы поем и танцуем. Мы занимаемся в цирковой студии «Калейдоскоп». Дети умеют жонглировать, умеют кататься на моноциклах, крутить обручи. Наши дети занимаются брейк-дансом. Наши дети занимаются в студии фантазии, делают поделки. И на Новый год мы тоже ставим небольшой новогодний спектакль. Сегодня незабываемый праздник для наших детей. Сказка вообще она очень довольно-таки интересная. Из актеров мне понравился Чаполина, главный герой. Он активный, никогда не унывает, всем помогает. Да, новогоднее настроение появилось. Друзья, ну, довольно-таки с впечатлением тоже смотрели. Были очень довольны сказкой. С Новым годом, дорогие зрители! Пусть он будет радостным и творческим. Мечтайте, дерзайте, творите. Самые невероятные замыслы только кажутся несбыточными. Стоит лишь попробовать, и чудеса начнут происходить сами собой. Одно такое маленькое чудо артистам Ульяновского драматического театра подарили ребята из Движения Первых. Наступает год счастливый. Это точный мой прогноз. Не обманет в праздник славный вас, поверьте, Дед Мороз. Вам желаю новых планов, жить красиво, без невзгод. Принесет пусть вам удачу этот яркий Новый год. Мы, актерицы Движения Первых, желаем вам оставаться всегда ребенком, верить в сказку, чудеса и добро. Тогда, вовшество, непременно придет в вашу жизнь. Сегодня к вам в театр, наш любимый Ульяновский драматический театр, пришли активисты регионального отделения Движения Первых Ульяновской области. Пришли они к вам не просто так, а в рамках всероссийской акции Движения Первых, которая называется «Российский детский Дед Мороз». Эта акция направлена на то, чтобы дети поздравили представителей профессии, которые, как правило, заняты в новогодние праздники. И такие поздравления у нас проходят сейчас на территории всей Ульяновской области, и в муниципалитетах тоже во всех. Наши ребята также наряжаются, приходят к пожарным, к сотрудникам торговли, к аниматорам, к врачам, ну и так далее. В общем, причесать действительно можно очень много, очень долго, потому что на самом деле очень многие взрослые, как правило, во время праздничных дней находятся не рядом с своей семьей, а на посту и несут службу. И поэтому ребята решили подарить этим людям праздник, потому что на самом деле без этих людей не было бы спокойного праздника у всех нас. Мне очень приятно, что вы пришли и поздравили меня. Причем вот такой огромной компанией, и вы так здорово одеты и Снегурочками, и Дедом Морозом. Я просто тронута до мурашек. И мне особенно понравилось пожелание о том, чтобы мы всегда оставались детьми. Это наша профессия, и мы, это наш, можно сказать, девиз. И я вам желаю всегда оставаться детьми, смотреть на этот мир широко открытыми глазами, радоваться происходящему, и делать все для того, чтобы вокруг вас торжествовало добро. Это вообще здоровская акция. Приятно, что люди, которые работают в Новый год, о них помнят и знают. Я тоже хочу вам пожелать в Новом году оставаться такими же активными. Ничего не бойтесь, идите только вперед. Спасибо большое. Очень приятно, очень неожиданно. Даже как-то я никогда еще не получал поздравления Деда Мороза в этой гримерке, правда. Поэтому для меня это очень ценно. И я вам тоже хочу пожелать самое главное успехов в учебе. С наступающим вас Новым годом. Учитесь, трудитесь, приходите к нам в театр. Мы всегда рады молодым лицам в зале. И я надеюсь, что мы с вами увидимся в новом 2024 году. С наступающим вас, друзья. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо огромное. Ребята, я вам очень благодарна. Вы занимаетесь... Я считаю, что это благородная такая затея. Потому что, да, видит Бог 20 лет. Я работаю в театре, 20 лет у меня нет новогодних каникул. Но и не только у меня, а у многих-многих-многих людей, которые работают в культуре, которые в праздники радуют, как вы сейчас меня, нас. Также мы в праздники всегда радуем людей. И любим, надо сказать, это делать. И я в ответ тоже хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом. И, как сказал Дедушка Мороз, дай Бог, чтобы так вот и было. Чтобы наступающий год точно был счастливым. Здоровья вам, радости и счастья. Спасибо большое. С наступающим Новым Годом. Спасибо большое. Спасибо вам, ребята. С наступившим 2024 Новым Годом. Праздники только начинаются, друзья. А поэтому проведите их в кругу родных, близких, друзей, коллег. И вспомните самое радостное и веселое, что подарил вам год ушедший. И пусть эти воспоминания будут самым главным украшением и греют ваши сердца. С Новым Годом! Мы выпустили 8 спектаклей. 6 из них на большой сцене, 2 на маленькой. И все они, надо сказать, успешные. Кроме того, мы проводили еще фестивали. И в этом году их было не 2, как обычно, «Лицедей» и «Отечество и Судьбы», а целых 4. Я начну с фестиваля «Золотая маска». И в этом году он был славным. Это «Маяковка», театр имени Маяковского с президентом самой «Золотой маски», с Игорем Матвеевичем Костолевским, народным артистом. Показал свой спектакль «Старший сын». И к нам приехал замечательный театр «Глобус», который находится в городе Новосибирске. Это было очень интересно. «Лицедей» в этом году прошел очень, очень напряженно. Мы работали не обычно неделю, а целых 20 дней. И посвящен он был одной из номинаций, самой важной, на мой взгляд, «Верной сцене». В конкурсе участвовали спектакли «Донбасса». Мы принимали 4 аж коллектива из Луганска, Мариуполя, Донецка. Вспомнили такой замечательный факт из жизни нашей легенды, нашей Кларины Ивановны Шадько. Она родилась в Луганской области. Мы посвятили этот фестиваль ей, потому что наша премия «Верной сцене» как раз носит имя нашей этой легендарной актрисы. У нас в фестивале участвовал и Питерский театр, и Чебоксары. 20 дней мы насыщенной жизнью жили, принимали, встречали, смотрели. Это было очень красиво. Очень интенсивно развивается фестиваль «Театр против наркотиков». И в этом году фестиваль был межрегиональный, и у нас было 42 заявки. Фестиваль тоже прошел очень насыщенно. Я думаю, в следующем году он будет еще обширнее, еще интереснее. И «Отечество и судьба». Совсем недавно мы принимали у себя тоже театры, которые играют исторические полотна на своей сцене. Был театр из Тольятти, был театр из Петербурга. Мы показывали очень интенсивную программу. Открывала эту страницу фестиваля «Московская антреприза» с Аленой Яковлевой. И дальше вот исторические полотна. Был особый гость фестиваля, молодой совсем театр «Шалом». А изюминкой этого фестиваля, на мой взгляд, стал наш знаковый спектакль, который мы любим играть на гастролях. Это стипендия президента Российской Федерации. Как бы режиссеру спектакля Сергею Анатольевичу Морозову, он семь лет назад поставил у нас «Бедную Лизу». Эта «Бедная Лиза» не сходит до сих пор со сцены. И в этом фестивале, это был необычный показ, мы работали прямо в Карамзинской библиотеке, той самой библиотеке, которую начал создавать в свое время Николай Михайлович Карамзин. Наша гастрольная жизнь была тоже очень интенсивной в этом году. Мы сотрудничаем очень тесно с федеральным проектом «Большие гастроли», поэтому принимали у себя и МХАТ имени Горького, и Юго-Осетинский театр Хитагурова, и Чувашский театр национальный, и Татарский театр Камала. И если говорить о гастролях, то очень важно, что мы заканчиваем театральный год в этом замечательном гастрольном турне в Москве. И совсем недавно мы вернулись, сыграв в Москве сразу три спектакля. В новом отремонтированном театре эстрады мы играли «Горе от ума», участвую в проекте «Театральная классика». А чуть позже играли селфи со склерозом Зои Михайловной Самсоновой, с Виктором Юрьевичем Чукиным и с Алексеем Вячеславовичем Храпским в доме актера, где мы бываем каждые полгода и играем там спектакли в «Голубой гостиной». Этот проект называется «Театральная провинция». Мы участвовали в фестивале «Поговорим о любви» в Новошахтинске, в 30 километрах от военных действий. В таком красивом, солнечном, очень радостном фестивале играли спектакли о любви «Кадриль» и пользовались большим успехом. И очень важно, что сами мы по этому же проекту «Большие гастроли» обменялись спектаклями с Астраханью, с Астраханским драматическим театром. Они работали пять дней у нас, мы работали пять дней у них, и это было славно. У нас было два замечательных юбилея. Свои такие круглые даты отметил наш композитор Олег Яшин. Красивым концертом, который понравился всем, кто на нем был. И очень хороший спектакль подарила постановочная группа Владимира Золотаря. Такой юбилейный, бенефисный спектакль нашему Михаилу Николаевичу Петрову, заслуженному артисту России. Спектакль, который называется «Ак арене». И Михаил Николаевич, несмотря на то, что он больше 40 лет служит в нашей сцене, сумел проявиться совершенно в новом качестве. Общественный спектакль очень красивый и действительно бенефисный. Очень важное тоже, к самому начале сезона, получила орден дружбы, большую награду федеральную, наша народная артистка Зоя Михайловна Самсонова. И наш губернатор Алексей Юрьевич русских вручил у себя в Карамзинском зале эту награду. А мы подарили Зое Михайловне премьеру. Она играет селфи со склерозом в центральной роли, и зрителям это очень нравится. Следующий год уже планируется, уже мы думаем, что будет проходить, как строить репертуар, как отмечать юбилеи. Конечно, этот год будет годом семьи, он объявлен годом семьи. Поэтому хочется пожелать всем нашим коллегам в нашем большом театральном доме только счастливых дней, счастливых ролей, радости творчества. А зрителям я хочу пожелать тоже счастья, встреч с нашими актерами. Желаю вам в Новом Году здоровья и бодрости. Пусть любимые будут всегда рядом. Желаю вдохновения, успеха и побед. С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Дорогие коллеги, друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством! Я уверен, что впереди нас ждет много совместной, интересной и насыщенной работы. На нас лежит большая ответственность вдохновлять и воодушевлять зрителей в эти непростые для общества времена. И я уверен, что сделать это мы можем только объединившись, сообща. От всей души желаю каждому из вас успехов, любви, здоровья и счастья. Пусть в ваших домах и коллективах царит душевная теплота и взаимопонимание. Всего вам самого доброго в новом 2024 году! Отверься, дружно мне! Ура! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В сценарии к фильму «Любовь и голуби» Владимира Гуркина две деревенские соседки в пылу ссоры меняются мужьями. Пройдут ли чувства героев проверку и правда ли, что у соседа трава зеленее? Приходите, пойте и смейтесь вместе с нами! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пусть 2024 год будет для вас счастливым, добрым и семейным. Исполнение желаний, счастья, добра, ну и, конечно же, новых театральных впечатлений. Это был проект «Театр» и его ведущий Максим Копылов. До встречи в Ульяновском драматическом театре имени Венчарова.